Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать! Мы продолжаем наше время с нашими гостями Мария Астахова и Юлия Бенусова. Я знаю, что вы пастора, вы священнослужители. Расскажите нам, пожалуйста, мы начинаем с вас, Мария, о вашей деятельности как пастора, как духовенство. Ну, как вы стали пастором? Как вы получили призвание? Наверное, вот так напрямую призвание я не получала. Знаете, однажды я искала, кто я, да, когда мы начали читать все, узнали, что женщина имеет предназначение, что каждый человек имеет предназначение. Помните, приезжал Майс Монро, мы читали все книги «Женщина и ее предназначение». И я долго сказала, кто же я, что же мне делать, как мне быть. Знаете, я читала Дейзи Осборн, и меня поразила одна вещь в этой книге, что она пишет, что муж получил ее призвание, и она не знала, что ей делать. Бог ей сказал, у тебя есть выбор воспитывать дома детей, или ты будешь вместе с мужем ездить, заниматься какой-то деятельностью, но это твой выбор. Это то, что я почитаю и тот выбор, и этот выбор. И за все есть цена, и за все есть награда. И тогда я поняла, что действительно Бог женщине дал выбор. Она может сама выбрать, что ей больше, что ей ближе, что ей больше нравится. И я приняла решение тогда, что я буду служителем. Вот это вот для меня явилось очень важным таким откровением, да, и, может быть, некоторые женщины тоже ставят перед этим выбором, и я скажу, что служителем будет замечательно. Получается, а вы просто как служите, и мало-помалю Бог поднял вас до уровня пастырского служения. Да. Хорошо, что вам больше всего нравится в том, чтобы быть пастором? Что вас поддерживает, что вам нравится? Ну, наверное, больше всего мне нравятся эти измененные судьбы. Когда приходит человек, он приходит, мы знаем, что в церковь люди приходят с каким-то проблемой чаще всего. И когда ты ему помогаешь, когда мало-помалу он изменяется, его жизнь изменяется, то ты видишь уже совершенно другого человека. И вот эта самая большая радость, это то, что помогает нам, знаете, проходить какие-то трудности, неудачи, атаки, может быть, да, то, что... Все равно это твой труд, он кому-то нужен. Твой труд, он нужен, и люди, они меняются, они принимают. И даже если человек, может быть, не понимает, знаете, ну, это огорчение для нас пасторов, да, бывает, что когда человек не понимает, он говорит, спасибо, пастор, я пошел, вы мне очень помогли, вот. Но ты все равно знаешь, что действительно ты помог этому человеку. Спасибо вам большое, пастор Мария, наши дорогие телезрители, вам тоже спасибо, что вы были с нами. Пусть Бог обидно благословит вас.